снова здорово господа на связи роман и канал фрисан games у нас 11 о божечки мой уже одиннадцатая неделя кайло рена естественно по развитию пошла не пугайся выпка на этот раз старая потому что новую устанавливать настраивать я пока еще учусь туда-сюда потом расскажу это можешь заметить вообще за спиной что у меня тут творится кое-что такое что это естественно подготовка некоторого рабочего места так по отчетности что из интересного ну формально формально практически ничего единственное что прямо такие свежего это то что взяли шпиону 7 звезд взяли солдату их ним кораблям точнее тоже 7 звезд но здесь немножко не хватает пока денег денег заработаем будет также 7 звезд по флоту давай посмотрим сместили или нет было 15 место на время призов сейчас 19 но в любом случае уже в принципе неплохо мне плохо и опять же забегая немного вперед а возможно даже и назад хочу сказать что все кто спрашивают спрашивают очень многие и видимо игнорируют также информацию которая есть моих видео которое есть видео остальных ребят которые снимают звездные войны за кого стартовать я не понимаю почему многие пишут что играю за фениксов играю за п.п. как бы ну ну не актуально вы поймите уже давным давно не актуальны эти пачки до играть можно но они не актуальны просто напросто сейчас надо играть через жуков да это заезженная тема да так делает 80 процентов игроков наверное но по какой-то причине все равно спрашивают а через кого и через кого через жуков вот так вот так что мы начали мы начали фармить дзетки непосредственно сейчас нам нужен 82 уровень для того чтобы взять лидер q хаксу но хакса мы уже стараемся использовать на арене отрядов как лидера давай мы сейчас с тобой сходим куда-нибудь клоны были но давай сходим просто просто чтобы посмотреть потому что лидер сменился и теперь надо учиться немножко по-другому играть но кстати что самое интересное не то чтобы не неожиданно но достаточно такие все таки неожиданно просто в пух и прах разнесли неожиданно то то что под лидеркой хакса красный наносит заметно более жесткий урон как то прямо слушать клонов не ожидал это видимо из-за того то что скоростей не хватает так а ты у нас кайла что даешь да вот оно почему потому что лидер кайла дает у нас скорости а хакс у нас скорости насколько я помню не дает своей лидеркой так да 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 он дает только увеличение на 50 процентов урона от базовых атак плохо 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 конечно же но почему бы нет ладно это в принципе не страшно я думаю что большинство из вас сюда пришло по другой причине во первых соответственно узнать судьбу что и как у нас происходит а происходит это интересно это 82 уровень мы выходим и берем уже дзета это уже начинается другая игра ты сам прекрасно понимаешь что дает дзета сейчас у нас семьдесят восьмой уровень на на пол шишечки уже практически короче у нас считаю уже семьдесят девятый уровень хорошо это непосредственно хорошо нужен нам очень хотелось бы конечно 82 для того чтобы уже начать по-человечески развиваться по-человечески выступать на арене хотя прямо вот так вот сильно она не поменяет но не то чтобы сильно до катастрофически скажем так она конечно же сильно повлияет на игру но не так чтобы прям вах-вах-вах-вах-вах в любом случае будут кое-какие трудности будут какие кое-какие сложности почему потому что но это п.п. все-таки как ни крути а это п.п. без легенды вот конечно когда поднимутся уже больше пацанов цветах уже пойдут реликвии там будет поинтереснее играть будем пить будет возможно унижение будет боль будет контент но пока к сожалению у нас так как ты собственно говоря успел уже увидеть на арену отрядов зашел быстренько получил и ушел а мультикупоны у нас давно уже пройдены на гв естественно то есть осталось только дождаться 85 уровня пока что мы фармим естественно там все подряд для того чтобы закупать себе различных жуков корабли персонажи и так далее то есть у нас отстает по факту теперь только санфак он у нас идет в пяти звездах корабль и сам санфак также в пяти звездах солдат у нас в пяти звездах корабль в 7 практически и шпион также в пяти корабль в 7 но в любом случае прогресс естественно и есть также у нас дроид стервятник поднимается кайло у нас естественно уже выкачан поднимается имперский сид истребитель потихонечку помаленечку и естественно у нас поднимаются флагманы то есть по звездам у нас лучше всего прыгает аркин потому что у него уже семь звезд исполнительницы в 5 здесь же у нас пять звезд у акбара и четыре звезды у самого флагмана вот под рыбой под акбаром флот живет значительно значительно на самом деле лучше чем под исполнительницей крепче просто напросто стоит дольше за счет этого получается в некоторых моментах выигрывать хотелось бы еще конечно получить добивающего почему бы и нет здесь я не могу до посмотреть здесь я по моему не могу посмотреть мы что нам надо это надо заходить через основной аккаунт и оттуда уже выписывать то что хотелось бы выписать но это у меня где то есть где-то записаны все ходы добивающего нам тоже хотелось бы получить для того чтобы полноценно заниматься непосредственно флотом флот по первого порядка такой себе на самом деле то есть ли мы первый порядок с тобой откроем то мы увидим раз два три четыре всего корабля кайло это естественно в маске без маски и естественно два сид пилота сейчас у нас на флоте первые кто пойдут это естественно кбм то есть он же к слабым кайло без маски плюс его сид истребитель затем данный парниша командирский шаттл кайло рена тоже по идее должен быть то есть это все должно быть но опять же если возвращаться к вопросу и ты спросишь а наверняка спросишь кто будет дальше кто будет вместе с ними то с ними будут жуки просто-напросто ну а почему нет потому что жуки вот как появились на флоте они тащили так и сейчас они в принципе неплохо себя тащат опять же все зависит от флагмана вот если взять злорадство да там ведь тоже идет комбинация с жуками весьма неплохо жуки себя показывают под траву на весьма неплохо жуки себя показывают под таркиным весьма неплохо жуки себя показывают даже под рыбой хотя это вот прям ну не их не это болото них не это место но тем не менее они показывают себя весьма неплохо здесь я сейчас смотрю у нас никто особо за жуков не играет но на старших аренах естественно ты прекрасно знаю что под злорадством много кто играет мы очень долго играли под траву нам и с жуками. Да, здесь никого нет. Ну, арена молодая. Арена молодая, это все еще ребята все с гипердрайвом держатся. Потом гипердрайв у них закончится. У нас еще начнутся знания, и там они будут уже сливаться, по идее, почему бы и нет. Ладно, помчали мы тогда опять же к немаловажному событию, такому как комментарии. Вот у нас, пожалуйста, комментарии уже вылезли, и первые у нас комментарии следующие. Владислав Погребиський. Погребиський. Слушай, как тяжело-то, а? Владислав, короче, ты Владислав. И мой потом посмотри. Очень хочу собрать пачку Изгой-1. Забил даже на развитие клонов. Как думаешь, хорошая эта идея или нет? Ну, я тебе, наверное, сразу отвечу. Так, я сейчас немножко ОБС-ку себе вот сюда передвину, потому что у меня просто-напросто с ней... А, нет, не получится. Ладно, тогда будем так мучиться, так будем страдать. Давай, сразу союзники. Залетаем в вести код союзника и печатаем. 7, 2, 7, 3, 5, 3, 2, 4, 5, понеслась поиск, пожалуйста. Глюч, но глаз. Неплохой никнейм. Давай смотреть. По флоту, по флоту, по флоту. По флоту, по флоту, по флоту. 149 место. Рыба. На флоте, получается, кто? Фениксы и клоны. Ну, почему фениксы и клоны? Потому что клонов качал. Но, скорее всего, еще, наверное, жуков используешь в подкрепе. И Кайла, опять же. Не уверен, но вполне может быть. Что сказать по самому изгою 1? Так, место на арене, конечно, весьма плачевное. Весьма печальное. Так, на клонов ты говоришь, что забил, да? А до какой степени ты вообще этих ребяток раскачал? Но нету эрко-штурмовика. То есть, эрко-штурмовика ты, походу, решил просто-напросто игнорировать. Хотя у тебя 85 уровень. У тебя все клоны вроде как есть. Эрко-штурмовик у тебя по какой-то причине отсутствует. Хотя он ключевой. Опять же, получается, по персонажам шаакти, соответственно, тоже нету. Но спешивает на то, что ты просто-напросто забил на их развитие. На их развитие. Для того, чтобы заняться изгой 1. По изгою 1 я тебе что скажу? Мое личное мнение, качать можно. Но прикол в том, что ты получишь больше некоторое моральное удовлетворение и больше экспириенс от самой игры. Потому что пачка, на самом деле, это очень интересно. Качать ее немножко проблематично. Но если есть желание, то будет, так сказать, и возможность. В любом случае, можно их поднять в реликвии и посмотреть, что из этого получится. Если ты это сделаешь, то я бы с радостью у тебя попросил бы аккаунт на часок, просто чтобы поиграть, погонять, так сказать, реликтовых изгоев 1. Потому что мне они симпатизируют. Симпатизировали всегда. Почему? Потому что Джин Эрса это вообще мой первый персонаж, который мне выпал. Он еще мне выпал тогда, когда бесплатная карточка, по-моему, была со случайным персонажем, а не заскриптованным. Такое время тоже было. Сейчас всем по старту выпадают, по-моему, одни и те же персонажи. Раньше выпадали разные. Мне выпала изначально Джин Эрса. Я к ним подношусь очень-очень даже. Если ты не хочешь каких-то топовых мест занимать на аренах, на флоте, еще где-либо, то я за, в принципе, поддержать твою идею качать изгоя 1. Но говорю сразу, если вдруг пойдешь по этому пути, точнее, не говорю сразу, а напоминаю, и если поднимешь их до реликвий, то будь добр, оставайся на связи, если у нас будет еще в те времена, так сказать, канал и все остальное, если у нас все будет хорошо, я бы очень хотел бы за них сыграть. Поехали дальше. Сейчас будет противный звук, кстати. Вот он. Ян Артамонов. Посмотрите, пожалуйста. Насчет посмотрите. Давайте, ребят, не будем выкать. Я понимаю, что это как бы некоторая часть уважения, некоторая часть воспитания, я, потому что у всех воспитания абсолютно разные, кого-то приучили обращаться к незнакомым людям на вы, но у меня ни заслуг, ни возраста, поэтому ты. Если что, пожалуйста. Спасибо. Так, флот печаль, арена печаль. Товарищ Ленин, значит, у тебя все плохо на самом деле. По какой причине? По какой причине? А, так у тебя же и уровень низкий. У тебя и уровень низкий, но опять же, подожди, стой, уровень низкий. У тебя 82 уровень. То есть, ты по уровню нас опережаешь, но при этом ты везде проигрываешь. совершенно не понимаю твоей степени прокачки, то есть, фениксы с упором на джедаев, или как? Если фениксы с переходом на джедаев, тогда зачем ПБ, зачем Палыч, зачем Траун, то есть, просто для того, чтобы были, или для чего, почему-то не мог целенаправленно пойти прямо все силы кинуть в джедаев. Пачку джедаев собрать достаточно легко, даже стартовую, даже через фениксов, джедаев собираются элементарно. Получить сревана, это вообще не фиг делать. Тоже сейчас это раз, два, буквально на пять минут само событие, оно элементарнейшее. Там даже тир не надо поднимать практически персонажем. Владу, кстати, спасибо за подсказку. Вот. Здесь я не понимаю, на что ты опираешься. Если на джедаев, то занимайся джедаями. Конкретно, четко сядь на эту пачку джедаев и занимайся джедаями. Зачем тянешь ПБшку, тем более, еще по тиру потянул. Графа Дуку, ну ладно, хотя бы Графа Дуку еще хоть как-то можно. Я тоже не понимаю. Палыча, Трауна, зачем? Просто заниматься коллекционированием с самого начала, здесь уже большой вопрос. Почему? Потому что ты дико проседаешь по арене, ты дико проседаешь по арене флота, ты не получаешь кристаллов, не получаешь перекристаллов, у тебя нету энки, нету докупов. Нету докупов, ты отстаешь по развитию. Тебе надо развиваться своевременно. Это та ошибка, которую совершил я в свое время. При моем, при моих трех миллионов ГМ у меня развитие могло быть гораздо лучше, если бы я слушался вовремя правильных дельных советов, а не страдал бы херней. Просто-напросто. Я тоже разбрасывался на тех персонажев, захотел этого, захотел того, а в итоге я пришел к тому, что у меня 3 миллиона, а толку особо нету. Поэтому займись развитием, определись с тем, кого ты будешь качать, и занимайся этим. Флотом советую тебе тоже очень хорошо засесть под флот. Поехали дальше. Человек года. Фраза «Опять там сестер долбить сделала мой день». Благодарю. Алексей Зыков. Ну, это шляпа. Ну, это да. Это сомбреро. Естественно, Алексей. Понеслась душа в рай. Ага, как много. Давай сразу. 712, 735, 535. 712. Где? 735, 535. Я сразу же открываю поиск и читаю. «Эх, дядя Темный Лорд. А я все сижу, как ежик в тумане со своими персонажами, не знаю, что делать, как быть. С флотом все еще хуже. Хрен его пойми, какие корабли на данном этапе могу позволить себе». Позволить себе ты можешь все, что ты захочешь. Давай смотреть. Ты пошел через ППшек, да? Ратники Академия. Хорошо. То есть ты в Академии. Вижу Феникс и вижу ПП. Так, это случайность. Вижу немножко Охотников. Мандалорец. Красавчик. По-любому сериал смотрел, а иначе бы не стал бы его по тиру поднимать. Ну, тоже разброс достаточно-таки неплохой. Как я понимаю, 85 уровень, 668 ГМ. При правильном ходе на 85 уровне 668 у ребят жуки уже в реликвиях. Это если я не ошибаюсь. Поправьте меня, но по-моему так оно и есть. Но не суть. Как я понимаю, ты пошел через ППшек. Если посмотреть на твою тему по отряду, то ты пошел через ППшек. Здесь сразу же первая твоя ошибка. Где красный? Где красный? Вот он у тебя. То есть он у тебя в двух звездах, он у тебя первого уровня, совершенно отсутствующий тир. Но ты идешь через ПП. Как так? Почему? Обязательно, обязательно собирай красного. Очень необходимый персонаж. Он один из ключевых персонажей. Хакс и красный. Ты уже получаешь Дзета, у тебя 85 уровень. Можешь докачивать Хакса, давать ему Дзету на лидерку, опять же таки. Запихивать туда красного и начинать по чуть-чуть продвигаться по арене, учиться играть за ППшек. Собственно, то, чем я занимаюсь. По флоту кого ты можешь себе позволить? Напрочь отсутствуют у тебя, конечно же, жуки. С ними было бы на порядок проще, на порядок легче. Ну, я думаю, ты можешь, если смотришь, следить за нашими видео, то ты прекрасно понимаешь, что топ-50 держимся практически с самого старта на арене флота. Не подгадывали ни моменты, ни комнаты, ничего. Просто залетели и красивое дело. Опять же, Диме, благодарность за арену флота, да и вообще за поддержку. Так, блин, ну здесь очень тяжелая ситуация. Клык есть, Раб есть, Сид-Истребитель есть, есть имперский истребитель, Сид. Первого порядка пока нет. Исполнительница рыба. Но я бы тебе посоветовал бы попробовать отыгрываться от защиты. Это надо уметь, это надо попробовать, возможно, получится. А вот защитой, что я имею в виду, это опять же дом-1, это Клык, это Кайло, это Сид в подкрепе, в основе, точнее, из подкрепа должны вылетать по идее бы жуки, но у тебя, к сожалению, жуков просто-напросто нету, а тянуть тебе еще жуков, хотя жуков из поставок тянуть, да, жуков из поставок тянуть очень легко, это очень просто и это достаточно быстро, то есть залетаешь просто-напросто в поставки и выискиваешь, где у тебя могут быть жуки, например, здесь, магазин событий гильдии, вот тебе, пожалуйста, жуки, магазин арена флота, вот тебе, пожалуйста, жуки, магазин галактической войны, вот тебе, пожалуйста, жуки, здесь, так, здесь у нас нету но не помню появляется или нет потому что периодически все меняется я наизусть то не скажу тебе прям наверняка вытягивай жуков вытягивай жуков занимайся флотом и обязательно бери красного если ты планируешь дальше запах хоть как-то развиваться без него не взлетишь как ты так быстро прокачался с помощью темной силы так едем дальше едем дальше смотрим открываем так не туда не туда не туда вот сюда я нащелкал сразу забиваем код союзника и смотрим что по времени по времени у нас еще есть 9 3 8 4 3 8 3 7 2 ok открываем читаем комментарий команда полная солянка хочу взять клюка пока собирают рауна для пачки им перцев на r2 d2 на арене и на флоте вообще не могу двинуть что делать так 85 уровень у тебя есть у тебя есть естественно 85 уровень ты хочешь идти за клюком сразу встает один немаловажный вопрос зачем проблема немножко знаешь в чем заключается это к многим ребятам я сейчас обращаюсь проблема в следующем когда вы идете за тем или иным персонажем задавайтесь обязательным вопросом для чего для чего и куда он тебя приведет соответственно если ты берешь персонажи для себя лично для своего какого-то морального удовлетворения взять клюка мне нравится клюк вот это я хочу это как бы одно если ты хочешь взять клюка для того чтобы построить на нем уже пак непосредственно пойти дальше за три паком и всех остальных ребят уже поднимать в золото в реликвии тогда так 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 далее это уже совершенно другой разговор в первую очередь надо определиться для чего тебе он нужен хорошенько подумай и потом сам себе скажи куда ты пойдешь со своим клюком вот ты хочешь себе взять клюка на что у нас таратара тарата татата татата на линии на флоте вообще не могу двинуть если ты возьмешься клюка то я бы не сказал что ты прямо сильно дальше и двинешься вот в чем вся проблема но опять же у тебя 85 уровень у тебя дикий разброс да это конечно факт и это конечно же факт плохой ну вот основа уже какая-то по дженозийцам у тебя есть они же жуки сепаратистах духу не знаю брат что тебе сказать прикол в том то что были ну возьмешь ты клюка кого ты туда поставишь рхан есть нету чубака есть нету охотники для чубаки есть нету нур хан в принципе в шесть звездах уже неплохо охотники для чубаки есть повторюсь нету эвоки на 3 пока есть нету ты слишком сильно разрываешься и ради чего непонятно ради чего непонятно соответственно у тебя и проблемы как на арене так и на флоте так они у тебя и останутся у тебя есть база в виде жуков займись жуком жуками это это хреновая идея это не то чтобы хреново она надоевшая просто напросто идея все говорят одно и то же жуки там жуки здесь почему да потому что это актуально это быстро это легко это кпд очень высокая кпд кфпд коэффициент полезного действия то есть результат который ты получишь при затраченных усилиях будет гораздо больше нежели если ты пойдешь дальше по клюку если же ты хочешь идти дальше все-таки через клюка то что этими могу посоветовать первых заниматься его пачкой даже первоначально допустим будет у тебя клюк до возьмешь ты себе r2 d2 добавишь туда оби-вана добавишь туда люка скайуокера и кого еще лею ну урхана можешь еще туда добавить собирать охотников для чубаки надо по-любому урхан с чубакой отлично сыгрываются собирать и волков для c3 пилот также понадобится то есть путь твой далек и тернист вот а так с тем что у тебя сейчас я я честно даже не представляю что сделать попробуй написать владу он же арта фару возможно он тебе подскажет что-то более дельное нежели я извиняюсь если не помог так васика бастика или бастика но скорее всего от слова вай василий наверное или или как или если у тебя такое имя оригинальное то прямо вообще классно но хотелось бы понимать куда и на что делается ударение так поиск я делаю посмотри мой к проблемы с флотом проблемы с флотом такая а что тут смотри вот вот то же самое что то же самое что было и до этого смотри ты играешь рыба и смесь жуков с фениксами и судя по всему еще в подкрепе наверное выступают у тебя кбм он же кайло без маски кто у тебя по персонажам сразу мы переходим куда мы переходим джен азийцы смотрим есть что-то для флота подходящий в любом случае есть дальше 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 вот кстати тоже непонятно немножко но погляд меньше ну ладно ладно можно качать можно дальше кто 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 джедаи смотрим не асоки не на то есть не и ничи то есть они у тебя сразу отваливаются естественно по по флоту здесь боба подожди а у тебя наверно по уровню 82 уровень вот 82 уровень но мой совет тебе этот опять же предыдущий занимайся жуками жуки конечно же почему бы и нет а дальше смотри уже по своему развитию на пешке куда ты дальше пойдешь если ты пойдешь через джедаев то тогда стоит заниматься дополнять асоку и и ничи на флот почему потому что блин это отличнейшие дамагеры на флоте если я не прав то обязательно поправьте в комментариях если же ты пойдешь через джен азийцев дальше там допустим на 1 либо на гэс неважно куда то у тебя жуки уже есть на флоте будут на флоте с жуками можно очень хорошо отыгрываться очень хорошо можно отыгрываться с жуками берешь 3 жука потом в итоге у тебя еще будет чутка попозже клык по-любому это весьма неплохой танк которого хрен замучаешься пробивать также можно туда дроидов кинуть которые находятся под злорадством можно без гиены можно с гиеной то есть смотри но основы это жуки жуки они до сих пор актуальны на флоте весьма неплохо актуальны дальше уже можно смотреть по развитию то есть сейчас надо прям на далекие-далекие взгляды твои на дальнейшее развитие прям далекая далекая ничего не могу сказать макс из гильдии рейлов вот не чтобы не просто в телеграме написать ну ладно поехали и снова здрасте 1 уклонов дзета эхо первее чем эрку это просто без комментариев для тех кто в танке турель наносит чистый урон со стаками эрка на начало битвы дзета дает призыв турели когда эрк атакует вне очереди соответственно идет призыв от контратак призыв файса и шахти а призыв турели это опять же чистый урон и снятие положительных эффектов а дзета эхо просто наносит урон во время промаха и тот кто не будет убивать бастил заклонов просто поставьте эрка и все падма паку не обязательно гк ему необходимо падма и не и все остальные любое из гр и падма берется 80 м 80 лв лом составом дуку 10 тир нут 9 тир солдат шпион 10 тир санфак 9 тир теку альфа в 11 тире жуков просто нажимаем в тв и смотрим мы уже разговаривали с антоном на данную тему то есть вот поэтому ответ можешь посмотреть в комментариях просто чтобы не забивать если тебе вдруг интересно но если что то антону я ответил а так привет мама я в телевизоре евгений дедов евгений дедов ну давай попробуем посмотреть немного словного вообще ни разу евгения дедова три четыре 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 восемь девять девять пять восемь понятия не имею что человек хочет узнать но тем не менее давай конечно же почему бы и нет crazy user бог женька не богохульство евгений но здесь конечно разгуляет душа порвись мои глаза хуй пойми зачем я что это делаю я бы примерно это так охарактеризовал и не сказав что низкая не скажу что хочу как-то обидеть или что-то ну чем ты занимаешься бог евгенька ты бабу бог чего прости меня за выражение такие у тебя вроде бы как наклевываются что-то по галактической республике и нич йода асока есть есть хорошо докидываем туда допустим пошел ты все смотрю по любому должен быть не может быть чтобы нету не было нету оби-вана нету четыре звезды плохо плохо если джедаи то может быть то может быть брать с ревана и идти поджидаем если ты планируешь выйти на гэс то тебе без джианазийцев это не сделать потому что на гэс нужно падмы просто-напросто разброс колоссальный по персонажам просто писец ты меня напоминаешь когда-то раньше саваш выкачанный тут же джели бинда тут же бастила тут же nude тут же но дроиды капотиру возможно ты в последнее время хоть захотел пойти на гэс есть у меня такое подозрение но точно не могу сказать не знаю слушай брат вот не буду дальше смотреть по одной простой причине что я не представляю куда ты идешь и зачем ты идешь так бы эти попробовал дать какой-то дельный совета так сожалению евгений не могу мистер чайка почему у меня нет чата что надо сделать чтобы был чат в игре нажать наверное на кнопку чат не 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 знаю как тебе ответить на этот вопрос но привет с телевизора чекня как а заранее спасибо давайте посмотрим я думаю что это будет последний человек на сегодня потому что время у гуго за 30 минут уже перевалило 3986 11 так все голос садится пора точно заканчивать хорошо охотничья стая автора в категория 6 тыс еще в начальной гильдиях каких-то находишься так но я здесь кого вижу я здесь вижу жуков немножко обращаю на них внимание всегда в первую очередь дальше уже можно смотреть что в принципе у тебя происходит это вейдер этот раун это палыч и не но тоже складывается у меня немножко другое впечатление как бы сказать подобное но все-таки немножко другое что человек изначально пошел за одних но теперь переключился на жуков вполне может быть что так оно и есть дальше по складу если посмотреть по флоту то да очень похоже на то что переключился на жуков это правильно до уровень уже как бы как бы не маленький г.м. немного раздутой но тем не менее восемьдесят первый уровень альфа открывается на восемьдесят третьей жуки заиграют опять же новыми красками но надо сделать больше упор все-таки в жуков все-таки надо им и звезды тянуть за до купы это делать очень элементарно и просто надо тянуть тир брать альфу и быть уже красавчиком по флоту наверное тоже самое хотя учитывая что у тебя еще есть и не уже в 5 и не уже в 5 асока 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 асоки вообще не вижу ни на блюда они это сока 4 на но хотя бы упор сейчас на жуков делай а так тебе выход в принципе так же как и всем остальным я думаю это под мой газ вот но жуков подними жуков подними у тебя скоро 83 повторюсь будешь брать альфу будет играть немножко поинтереснее немножко по веселее но на этом ребятки наверное будем заканчивать что хотелось сказать немножко повнимательней я сам грешу тем то что я невнимательный я спешу я где-то совершаю ошибки да это факт и это не самый лучший факт то есть моя игра как таковая она не является каким-то показателем вот чтобы ты не говорил и как бы тебе не хотелось любой путь который ты выберешь я тут просто еще кое-что кручу верчу это твой путь на самом деле эту игру недавно мы человеком только обсуждали можно проходить двумя путями первый путь это в свое личное удовольствие то есть это собирать фармить их персонажей которых ты хочешь собирать и фармить и не переживать ни о чем либо еще один путь это естественно путь эффективности путь через кпд то есть это только актуальные отряды строго по актуальной проведенной линии это скучно это не интересно да но всегда надо определиться что ты хочешь и когда ты поймешь что ты хочешь от игры то твой путь будет более прозрачный что ли то есть ты сам будешь понимать куда ты идешь проблемы игроков некоторых в том то что они не понимают куда они идут у них есть шаг который они делают сегодня но они не знают какой сделать шаг завтра это плохо надо немножко понимать вот давайте будем заканчивать если интересненько то ты обязательно подписывайся жду как всегда тебя в комментариях оставляй коды союзников вопросы комментарии какие ты хочешь увидеть видео как обычно у нас 10 плюс-минус комментариев каждую неделю будут залетать в видос будем дальше учиться вместе естественно развиваться большое спасибо что посмотрел ставь лайк если понравилось с тобой был роман и да пребудет с тобой сила